О, что, мешаем опять вам бизнес проводить? Не мешаем? Не мешаем. Саша, все заняты. Все заняты? Если что-то есть свободное, я встану. Нет, у тебя не может быть здесь заняты. Серега, Саша. Я тебе объясняю. У тебя здесь не может быть заняты. Нет. Я тебе не дам здесь ремонт делать бизнес. Причем тут работаю? Я тебе еще заняты. Бизнес у тебя здесь не будет. Это уже на тебе решать, скажем так. Хорошо. Ты меня хочешь остановить как-то? У тебя не получится меня остановить? Да. Я тебе объясняю. Не получится, тебе меня остановить. Все. Я поехал на рыбалку. Давай. Музыка. приветствую друзья вы на туб канале все для клёва очередной раз мы с вами выбрались на днестр еще не расцвело скоро рассвет прекрасное настроение желание поймать большую рыбу и сегодня у нас очередной эксперимент как вы думаете с чем как всегда с макушатником и в этот раз мы будем искать компромиссы варианты для насадок наживок которые можно использовать именно с макушатником то есть будем использовать примерно плюс-минус одинаковую макуху плюс-минус одинаковый там длины поводок плюс-минус одинаковый крючок но разные варианты насадок и будем искать именно какой же все-таки эффективнее готовы смотреть поехали приехали мы с нашими друзьями и администраторами нашего вайбер-сообщества все для клёва днестр это коля помните вы его да он димончик дима с катей так что рыбалка обещает быть продуктивной веселой и интересно мы находимся на 46 километре здесь эта база всегда была платной и вы знаете что у них нет документов может быть даже не знать я вам говорю здесь нет документов у людей которые снимают плату за днестр вот здесь и поэтому они не имеют права вам каким-то любым либо образом ограничивать вас в том чтобы здесь рабачили понимаете поэтому не ведитесь на всю эту ерунду если вас кто-то будет ограничивать просто снимайте на видео что касается темы видео то поводок можно сделать с волосяной оснасткой и не волосяной то есть если без волоса можно ловить на червя на опарыша или как с волосом сейчас я сделаю с волосом и постараюсь сначала половить на плавающей насадке посмотрим эффективны ли они так как у нас сейчас идет запрет то больше чем одно удилище использовать нельзя с одним крючком ну поэтому так и будет у нас эксперимент проводиться у меня у коли два удилища поэтому вот мы на два удилища и попробуем провести такой эксперимент 90 грамм грузила да значит очень сильно вкусно значит надо ставить 110 есть есть у вас есть меня есть у меня все есть надо быть всегда готовым друзья потому что течение меняется принципе 90 всегда было нормально для макушатника на днестре но бывает что нужно 110 грамм бывает что нужно 130 грамм и даже 150 а может быть даже и 70 то есть разные вариации нужно всегда иметь раз на раз не приходится 100% у тебя поводок крючок с 8 нас или нет нет да то есть ты будешь ловить крючок без волос без волоса на какую уровень насадку я стала горох не знаю может поставлю червяка так горох лучше поставить на волос на я не хочу вязать сейчас я думал ты что ленивый или что ценные минуты поставлю червяка свяжу волосяную и одену горох ну давай а я лучше самого начала немножко заморочусь и сразу свяжу с волосом друзья появился новый блогер он коля смотрите начинает снимать теперь друг друга уже начинают снимать так что контент будет интересный коля может даже показать вот смотри покажи мой первый вариант макушатника видишь ну да с ласточкой 110 грамм видишь но вы должны были мне дать 10 грамм тоже ну тогда что за проблем я тоже я тоже и так начнем мы наш эксперимент с грузила ласточка 110 грамм макуха с запахом клубники крючок 10 номера и с волосной снасткой на ней желейный был тоже с кубичным запахом вот таким вариантом попробуем посмотрим как будет наш эксперимент продвигаться если что то будем что-то менять в коле использует ласточку 110 грамм тоже запахом сливы макуха и связал волосную снастку с горохом у него так и получилось из-за того что большое течение а у ребят небольшое грузило их оснастку снесло и получается запутывание понимаете так вот это исходные варианты с которых мы начинаем это желейные бойлы разный этот горох клубника слива макуха клубничная пена тесто вот такое чесночное обыкновенные пенопластовые шарики и вот такие гранулы то есть с этого мы начнем проверим их эффективность и если нет то перейдем тогда к животным осадком и сделаем не волосную снастку обыкновенной пользу случаем хочу обратиться начальнику леснического хозяйства одессы это ваша территория и у тех людей которые сейчас здесь взымают плату за рыбалку нет никаких оснований нет никаких документов но почему вы бездействуете мне это непонятно вы же прекрасно понимаете что бездеятельность вашей власти приравнена к коррупционной составляющей так что вы ждете займитесь пожалуйста наведением порядка на 46 километре как минимум а еще лучше бы на всей территории вашего хозяйства где взымают плату и при этом у людей нет документов проведите пожалуйста инспекцию своей земли и посмотрите кто здесь и чем занимается поэтому хочется верить в то что возможно вы не в курсе дела и вот я вам об этом сообщаю что здесь нужно навести порядок и у нас 1 карась ура карась на клубничку хорошенький хорошенький такой а у нас пока ничего ну вот потому что у вас нет клубнички так бегом 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 забрасываем быстро 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 я скажу так что рыбалка с макушат ником это такая пенсионерская забава потому как тут не нужно очень часто перезабрасывать снасти вам тогда это просто такая ленивая скажем так рыбалка подразумевающая просто отдых балдеж и наслаждение природой и изредка вытаскивание оснастки чтобы там посмотреть все ли нормально с макухой она растворяется очень долго поэтому в этом необходимости большой нет и при наживлении снасти если вы используете желейные бойлы то тоже в принципе не нужно там все на месте с ним и запах у него нормальный цвет то есть он долгоиграющий это не червь не опарыш которого объедает там мелкая рыба там тарань там и так далее поэтому сразу вытащил рыбу перезабросил все и дальше сиди и балдей и отдыхай и наслаждайся природой так пока народ курит бамбук мы вытаскиваем второго карасика скорее всего опаньки опа пулечки ха 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 уже ха 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 бамбук ребята как говорится шо маему то маем добавивши search ну это и Lokur ну этот мелкий карасик мы будем грузкать его такого не берём это не наш размер же быстрый перезабросил бегом ну запах клубники до сих пор чувствуется да то есть сколько уже полчаса уже есть но давайте будем все-таки экспериментировать и попробуем поменять запахом клубники на запах например горох такой же самый бойл желейный только гороховый вот и 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 так ну что пробуем одеваем пенотеста такое и и и и и и в принципе можно одевать и на крючок но так как у меня уже связана оснастка волосяная поэтому будем надевать на волосы это не не ухудшит его варианты работы и как мне кажется наоборот даже ухудшит тут самое главное проблема это одеть стопорочек у нас все получилось это и и vey декора и и и и им и закрыта вот она как бы здесь такая с ракушкой идет ну да если она без ракушки то она типа пустая и она плохая но ну и вот это живая да она разбивается и сядется на крючок прошлый раз взял карт на нее и караси брали тоже не знаю попробуем что будет сейчас и что там ой 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 раз чесночное пенотесто работает то мы продолжим пока на него ловить делаем стопорочек и забрасываем макуха как видите уже прошло минут где-то 45 кусок практически остался такой какой был то есть его не сильно размыло но это не очень хорошо по идее оптимальный вариант чтобы его хотя бы уже ну размыло хотя бы наполовину то есть чтобы кусок макухи вам был примерно часа на два вашей рыбалки не больше а здесь я вижу что наверно будет больше это не лучший вариант какой же это кайф утренний кофе на реке вот друзья смотрите главная проблема почему не клюет на макушатник это когда крючок цепляется за основную леску или за основной шнур вы видите конечно оно так не будет клевать никогда я снимал видео с лайфхаками с макушатником и там рассказывал о том что нужно поводок прикреплять к макухе таким образом не будет никаких перехлёстов и зацепов крючка за основную леску или шнур вот оптимально конечно это манка или мед или что-то ли что-то типа такого можно конечно воткнуть крючок в макуху но из-за того что на крючке химическая заточка вы просто тупо тупо тупите крючок поэтому не думаю что стоит это делать проверим эффективность обыкновенного пенопластового шарика для этого я обрежу волосяную оснастку и нацеплю этот шарик прямо на крючок при этом обязательно оставлять и жало открытым итак друзья следующим вариантом эксперимента с нашим окушатником будет такой контейнер карпелла конд это такой пустотелый шарик и поэтому попробуем вот такой криль он жидковатый такой жидкий видите смотрите запах у него криля действительно и попробуем такую массу налить в этот шарик и попробуем половить на него то есть он шарик будет в виде как бойло вы поняли да так так вот таким вариантом может понравится вот этот контейнер нашему карпу посмотрим продолжаем наш эксперимент кукуруза с опарышем уже насаживаем наживляем на наш крючок и попробуем теперь на него я так думаю что скорее всего будет клевать плотва, тарань, что будет то будет посмотрим карасище на червячка ну это не наш размер так еще раз сердечко отцепляем на первых двух часах рыбалки можно сделать такой маленький небольшой вывод этих двух часов что эффективнее работал клубничный желейный бойл чесночное пинотесто и вот сейчас нормально работает живая насадка червь кукуруза пока что-то молчит ну посмотрим как будет дальше поэтому хочу сказать о том что нужно иметь разные варианты для эксперимента именно на вашем водоеме на котором вы ловите и в принципе я хочу сказать что в разные дни разные предпочтения вкусов и желаний этого карася карпа и другой рыбы друзья если вы видите что у вас на червя клюет лучше чем на что-либо другое то есть смысл поставить крючок с более длинным цевьем и желательно чтобы у него были такие маленькие зазубрины надеюсь камера передает эти зазубрины вы видите тогда череп будет лучше держаться на таком крючке у меня счастье оля что там коль ничего они а ладно ничего там карасина да да я не расстроен на червяка на терпение коль он клюнул на терпение трудовой карась был и сорвался попробуем червям подстопорить опарышем поняли то есть опарыш выступает в роли стопора чтобы не заскальзывал с крючка червь именно так вот подстопорить опарышем вопрос на что червяк пусть червяк сегодня работает за нижнюю губу кстати не ну там 20 раз не внимание барабанная дробь и уколи подлещ козлик 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 он хорошо но сейчас там знаешь оп вальники червячок да да и ты видишь я под сделал опарыша вставил опарыша для того чтобы червя сильно быстро не рвало в качестве стопора вот слабая веса да 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 карасевич чисто чисто на кукурузу хочу попробовать проэкспериментировать с максимально коротким поводком для макушатника с таким банановым крючком с волосяной оснасткой попробуем продолжить эксперименты с волосом да ты видишь пытается залезть да 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 я понял что вообще без вариантов там хоть чуть чуть больше все пошел дальше не получилось очередной карасик получается так что экспериментируем сейчас не только с самой оснасткой но и с длиной поводка то есть когда был коротенький сейчас сделали подлиннее то есть нужно постоянно экспериментировать экспериментировать и тогда будет результат значит чтобы уберечь от перехлестов наш поводок значит можно использовать манку или вот как сейчас например я использую мед обыкновенный мед то есть я намазываю мед на макуху нужно буквально немножко и к нему прилепливаю наш крючок с нашей наживкой и получается достаточно эффективно для того чтобы можно было его забросить и чтобы поводок не слез с макухи вы поняли то есть это в принципе дает возможность нормально забросить и тогда отлепляется сам крючок и нормально отходит вниз по течению также вот этот мед будет дополнительным ароматизатором нашей макухи тоже даст позитивный эффект вот он наш медовый червячок видите классно получилось друзья подводим итоги нашей рыбалки если выделять что было эффективно то эффективной насадкой для макушатника было желейные бойлы с запахом чеснока и клубники но лучше всего работал червь поэтому если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на наш канал все для клёва ну а я прощаюсь с вами до скорых встреч на рыбалке всем удачи все хорошо пока